всем привет вышла собралась ехать на почту надо отправить посылочку на сегодня первый день после рождества первый рабочий день в общем нужно отправить посылочку у нас на улице уже где-то снег очень очень красивый показывают в германии лежит идет а у нас третий день льют дожди ну вот сегодня тоже обещали дождь но пока как бы машины всем все мокрое вокруг дождя пока нет поедем на почту нужно будет наверное мне забежать магазин купить хлебушка свежего потому что ну хлеб есть но он уже получается как бы полежал дня два-три я две булки покупала вот сегодня они открыли уже новую ну надо все равно свеженького взять в общем а сухарики сделать так такие дела такой план в общем отправить посылочку там забежим магазинчик наверное не знаю посмотрим сейчас по ситуации в общем будем смотреть сначала посылку в первую очередь едем прохладно на улице как бы сыра так неприятненько но стоит пока плюс четыре но поедем сейчас она то что стояла может еще с поедем посмотрим сколько будет она сейчас опуститься может или поднимется наоборот после сашки неудобно сидеть так саша мой первый день сегодня вышел на работу отработал вернее вчера с утра он отработал по 11 часов они сейчас там работают занимаются ремонтом пока фирма закрыта в общем что-то меняют у них каждый год плановое такое в общем вся фирма закрыта слесаря в общем работают зарабатывая денежки так сказать но и вроде ничего сказал нормально отработал столько дней почти 20 дней просидел дома в заперти нормально отработала сегодня поедет в ночь но тоже по 11 часов будут работать надо будет ему заехать сначала тест сделать как обычно а потом уже на работу такие у дела в общем поехали на почту сначала а там уже подключусь и покажу вам что и как подъехала к почте вот весь сейчас хоть не так много народу два человека пойду быстренько посылочку сдам и потом зайду в магазин рэвы в этот я показывала вам в общем посмотрю что там есть по быстренько что с магазина вот покажу вам быстренько все что я купила хлеб я не купила потому что там была очередь в пекарню в этом купила вот такие круассанчики купила зефир но это так может нам на новый год куда там на стол потом купила ромки ягодки вот эти голубика или как она по-русски называют такая вот ягодка такие вот и вчера вечером ложился спать и гость мама купили клубники купила клубнику она конечно не вкусная но рома любит любую клубнику он даже зеленую и ест вот так вот и купила у нас единственный член семьи который шелкает семечки это давит любит их семечки купила потом купила саши халат такой врыва обычный он их таскает вечером если прохладно одевает любит в общем палатики вот такие на это я ему заверну может на новый год подарю типа подарка сделаю как бы такой чисто символический подарок потом купила вот такие бомбочки вот такой вот какая-то конфетти типа такая бомба потому что у нас в этом году нету бомб я вам сейчас расскажу почему и как ну и все это все мои закупки я отъехала немножко от магазина потому что там столько людей так шумно ну в общем расскажу вам про наш новый год в германии в этом году у нас отменили все фейерверки все салюты все в общем что продается на новый год у нас обычно после рождества сразу но приходит реклама от магазина от каждого магазина приходит такие знаете как журнальчики но кто в германии живет тот знает и в общем в этих журналах все полностью что будет актуально в магазинах но на следующую неделю например да некоторые магазины делают на месяц это но большие такие как строительные или электроники или еще чего-нибудь там но а многие вот такие например продуктовый магазин который мы постоянно ездим они на неделю делают рекламу в общем такая реклама приходит и там сразу после рождества стоит с такого-то по такое-то число например с 29 по 31 там до обеда они например работают будет продаваться фейерверки а в этом году ничего там только какие-нибудь хлопушечки такие детские даже я не нашла в этом году ну как я сильно не искала вот сейчас была в магазине но там даже не было бенгальских огнев бенгальский огонь или как правильно говорится в общем даже этого не было единственное что я взяла водка упаковочку бомбочек может быть я еще съезжу потом в aldi и в aldi посмотрю там может быть будут какие-то бомбы но это они наверное такие будут ну что детские что дети детям только можно их детям заговорилась детям можно будет взрывать в общем в этом году у нас нового года не предвидится но и еще плюс сказали что с 29 числа у нас тут будет ужесточение закрывать нас будут опять все все в общем будет короче в одном месте никто не нормально наверно новый год не отпразднует они вот еще сделали более менее такие послабления к рождеству это можно было собираться только две семьи поэтому у нас такое было рождество обычно у нас такой прям праздник празднику бабушки все ну как бы это такой семейный праздник рождество и все идут к родителям ну и у нас обычно это была тоже традиция что все дети собираются у бабушки но мы были у бабушки тоже в бабушки с дедушкой но это уже было так одни сходили потом вторые пришли ну и в общем вот так вот как могли так и в общем отмечали но ничего я не жалуюсь было все хорошо и что еще хотела сказать но не знаю в этом году где мы будем новый год справлять скорее всего дома еще еще не планировали ничего не ни с кем ничего не договаривались не обговаривали но я думаю скорее всего мы будем но этот новый год справлять дома окно и еще у меня там был вопрос такой в общем я решила здесь ответить не дома потому что дома сейчас все мои пацаны и это шум гаммы и в общем они не дадутся сосредоточиться и сделать все нормально по-человечески мне проще вот где-то на свежем воздухе ответить в общем был еще вопрос меня попросили рассказать как мой муж перенес болезнь эту болячку да и какие симптомы были что было и как было в принципе я когда вот но рассказывал про это я уже все рассказал ну ладно я еще раз расскажу в общем была такая ситуация что он почувствовал как бы ну вот как простываешь простуда да немножечко приболел в общем сначала но мы так и подумали что у него просто болей ну как простуда обычная взяли больничный все и потом получается через ну и он в общем на следующий день и потом еще еще один день в общем жаловался на головную боль ну и в общем он мне голова болит у меня голова болит но два дня подряд я говорю сажда это сделаешь тест на известную нам болезнь карта ой да ладно что там не не то ну типа ничего у меня нет я говорю ну сделала лежат же дома у нас я не знаю в россии есть такие нет в казахстане по моему точно нету в германии есть такие шнель тест они называются ну как домашний такой быстрый тест его можно самим делать они продаются у нас магазинах покупаешь их можно сделать самому там ничего сложного нет ну и вот у нас такие тесты дома лежат и он взял этот тест сделал себе один ну и ушел там по своим делам короче по дому где-то это он горит нас я пойду полежу а я сидела кофе пила или чаще такое и в общем этот тест лежит рядом я только раз на него глянула и там две полоски две полоски это означает что положительный результат как и и курсажа у тебя ты смотри положительный он гортой да не ври но он думал как я прикалываюсь над ним там это я гуру иди посмотри ты чего он подошел точно нифига себе ну думает ну там ты сможешь что-то не так я буду сделала еще один но он тут же сделал еще один тест в общем он тоже положительный он давай звонить врачу в общем назнать но назначить время на пациент с на такой настоящий тест в общем назначил доктор ему время на следующий день и сказал чтобы никуда не выходил сидел дома я тут же сделала тест один сделала у меня отрицательный 2 сделал у меня отрицательный в общем и и ну успокоилась в общем дети детей забрали со школы садика им сделали тоже ну давид в этот день делал в школе тест у него был тоже отрицательный и ромки сделали попробовали в ромке тоже отрицательный но и нам в общем сказали чтобы мы на следующий день а на следующий день поехали сашей у него подтвердился пациент с потом в этот же день нам сказали чтоб мы на следующий день с утра ехали делали тоже пациент с с детьми я и я и дети сделали пациент с у нас негативный в общем мы успокоились но все равно нам сказали всем сидеть на карантине но у нас был карантин короче чем у саши не знаю почему какие правила почему так сделали в общем саша до 23 числа сидел а мы до 19 на четыре дня в общем меньше мы сидели с детьми чем чем саша но и во время всей болезни у саши единственное что было нет нет поваливала голова но не настолько сильно да ну как бы были головные боли но не сильно и плюс у него то приходил то уходил в общем обоняние что он чувствовал запах и вкус горький во рту стоял и по сей день он говорит немножечко есть такой горький вкус противный какой-то вот горечи какой-то вот во рту все все симптомы больше ничего одну как бы слава богу пытаться на нас эта болячка обошла как бы так легким испугом отделались в общем ответила на ваш вопрос надеюсь но все понятно как бы такого страшного ничего не было ну вот и сидели дома и все и в оконцовке мы конечно сделали с детьми тест тоже съездили в тест-центр сделали тест у нас также негативный был но мы уже делали не пцр тест а мы сделали уже простой тест который едешь наподобие тоже шнель теста но ты едешь вот я недавно показывал когда рождество вот у меня есть видео перед этим я оставлю здесь сверху там вот мы заезжали вот в такой тест-центр вот мы с детьми в такой же туда же ездили сделали обычный тест что нам и и все пришел тут же ответ на e-mail на электронную почту что у нас негативные тесты и что мы можем в принципе выходе до саша сделал такой же тест но он сделал здесь у нас на лидере в обычный сходил не пцр тест а обычно ему надо было сделать тоже сделал негативный был все и нас выпустили из карантина принципе это все но надеюсь ответила сесть вопросы задавайте конечно в комментариях с удовольствием отвечу на все ваши вопросы не только про эту болезнь вообще просто если вам что-то интересно увидеть или что-то хотите узнать задавайте вопросы не стесняйтесь с удовольствием на все отвечу так и на этом наверное все закончим поеду я домой всем удачи и пока спускаюсь с горы покажу вам немножко как у нас тут мусорную машину и мусором вас пусть такие у нас тут красоты где-то я была на самой горе я обычно пешком хожу ну а тут было совсем недалеко и поэтому я как от магазина недалеко в котором я закупалась решила так проехать сюда потому что здесь тишина и хорошо такой здесь спуск обычно по этому спуску я поднимаюсь пешком конечно тяжеловато но ничего здесь надо аккуратно перекрестки машины с той стороны замок смотрите-ка покрасивая здесь знаки стоят наш можно так машина там пропускает припарковалась надо быстрее тогда гремит что-то у меня там лежит гремит спасибо спасибо это уже получается как центр наш большой такой центр ванштайна здесь цветочный магазин раньше был сейчас не знаю что здесь за этой церковью породнен садик так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok